Субтитры делал DimaTorzok Пока вы смотрите эти слайды, я хочу сказать следующее Сейчас на самом деле наступает такой момент, когда нужно определиться с UI То есть то, чего мы будем рисовать, то есть то, чего будет видеть пользователь Предвижу резонный вопрос, что начать определиться? Ну и перед тем, как начнем, давайте я скажу здрасте и поехали дальше Итак, что такое определиться и с чем? Нужно определиться, какой фреймворк вы возьмете для своего сайта Что такое фреймворки и зачем они нужны? Давайте по порядку Фреймворк это определенная наработка, да, наработка другими разработчиками Другими программистами, которые сделали вам основу Которую вы можете использовать, создавая свои, собственно говоря, сайты Свои какие-то view, представления, я имею ввиду, для UI То есть странички с разными контролами, отображаемые на разных форм-факторах То есть под разное разрешение экрана И, собственно говоря, отвечая на вопрос, зачем они нужны? Во-первых, они ускоряют время Во-вторых, у вас будет все красивенько, чудненько, все собрано очень красиво Компактно, возможно, или однотипно даже так Наверное, правильно будет сказать однотипно И это, собственно говоря, дает плюсы и в скорости разработки И, в общем-то, вам не нужно делать то, что уже за вас сделали И я вас уверяю, написать фреймворк, который одинаково бы показывался на разных браузерах На разных платформах, с разными движками рендеринга Это, на самом деле, достаточно сложно Более того, если учесть, что еще есть и разные версии Но это реально не очень просто Поэтому я предпочитаю использовать фреймворки UI И, в общем, у меня есть определенные, которые мне нравятся Но об этом позже Поехали дальше А можно ли без них? Да, конечно, можно, если вам нечего делать Если вы, извращенец, наверное, грубое слово Если вы создатель фреймворка, то вам можно и без них То есть вы его создадите Я уже ответил на вопрос, зачем они нужны И там упомянул, что они решают В общем-то, если вы готовы с этим столкнуться Пожалуйста, можно без них Можно создать свой фреймворк? Да, собственно говоря, я пытался Мне не хватило терпения Я, в общем, не важно Создать свой фреймворк можно, ведь как-то же их создают Но нужно учесть, что создают их огромное количество людей Которые имеют возможность протестировать одно и то же На разных браузерах, платформах, рендерингах, движках В общем, нужно понимать, что это не так уж просто И, в общем, на чем они построены? Обычно фреймворки построены на знании HTML Обычно нужен CSS И обычно люди используют JavaScript Надо понимать, что JavaScript Он используется для интерактивности этих элементов Ну и, в общем-то, если говорить о Blazor То, в общем-то, и Blazor может эту интерактивность привнести Вопрос вкуса и цвета Но если учесть, что все фреймворки так или иначе работают в единой сцепке И разные фреймворки позволяют разные части функционала Выделять в отдельные блоки Ну, так сказать, модули Которые можете или все сразу установить Тогда, ну, если вы что-то не используете Можно их не устанавливать В общем, такой вот принцип И надо сказать, что мне нравятся фреймворки Которые исключают использование JS То есть, например, поставил фреймворк JS не установил А всю остальную разметку можно уже анимировать Blazor Да, Blazor Ну, в общем, какие они бывают Давайте перейдем к следующему слайду Итак, я взял, на мой взгляд, самые известные И, на мой взгляд, самые, наверное, распространенные Которые позволяют делать максимальное количество За меньшее количество телодвижений В общем, надо сказать, что Bootstrap очень распространен Более того, он еще встроен в ISP.NET Core В общем-то, он был и в ранние, так сказать, шаблоны встроен В том числе MVC даже, по-моему, 4.5 он пошел Я не помню точно, но, по-моему, он с какого-то момента Стал интегрирован в темплейты Balm очень хороший фреймворк Мне понравился, я его поюзал, так сказать, простите за мой жаргон И виделся, что он, ну, классный Особенно для простых сайтов Вообще классный Semantic UI Ну, давайте вот так, по порядку прям полистая Вот есть Bootstrap, есть вот пример Как он примерно выглядит Это один из скриншотов Примеров его использования Вы наверняка узнаете этот фреймворк В шаблоне, который есть В моем проекте, который называется Только факты Есть Balm, да Там немножко все поинтереснее В том смысле, что Вот Bootstrap, он как бы дает такую более каркасную модель А Balm, она уже больше приближена к UI К готовому UI Вот на мой взгляд, опять же Semantic UI тоже представляет большое количество инструментов Один из его плюсов в том, что он почти русифицирован Ну, там, больше чем на 35% Этот процесс не остановить В нем много всяких разных компонентов Ну, в общем-то, во всех фреймворках их много Можете зайти на любое посмотреть Materialize тоже неплохой фреймворк Прикольный на нем получается сайты Достаточно неплохо он документирован Но, опять же, все на вкус и цвет И есть еще такой Metro UI Я думаю, вам эта картинка о чем-то напоминает Да, ну, правда Винду напоминает В общем, когда он появился, был очень известный Сейчас его четвертая версия Есть неплохие штуки Ну, вот Metro как бы умер А Metro UI как бы остался Ну, и, в общем, я предпочитаю использовать Bootstrap Причину я уже назвал Потому что он уинтегрирован в шаблоны ASP.NET Core для Visual Studio И он, на мой взгляд, прост Я уже давно с ним занимаюсь В общем, он позволяет использовать Он позволяет не использовать, собственно говоря, GS И это один из плюсов То есть, есть такой вариант разметки Нужные места анимировать при помощи, например, Blazer Ну, и я, наверное, на этом закончу презентацию Потому что больше показать нечего Потому что их очень много Выбирайте сами на свой вкус и цвет Иногда даже можно Ну, то есть, не знаю Есть такие моменты, когда можно Нужно выбирать фреймворк Под те компоненты Которые вы собираетесь использовать Ну, то есть, если вы какой-то, допустим Дашборд делаете То есть фреймворки, которые реализуют Идеально дашборды Но там плохо у них с другим Там, например Ну, неважно Есть, которые реализуют там Форумную вот эту вот тематику Когда вопрос-ответ Так называемый Комьюнити Вот эти вот модификации На страничке С комментариями С ответами Есть Ну, они реализуют, допустим Плохо дашборды То есть Вот таким вот образом можно Ну, хотел сказать Склеивать фреймворки Но вот склеивать это На самом деле очень проблемно На самом деле Такое понятие, как Собрать И в одном проекте И использовать несколько фреймворков Вот я вас уверяю Что это не такая уж Тривиальная задача Потому что КСС Ну, то есть Каскадные таблицы стилей Вот эта разметка Они будут В общем Я настоятельно не рекомендую Можно хлебнуть Но если вы все-таки это делаете И если у вас получается Ну, круто Так держать На прошлом уроке Да, наверное Так можно сказать В прошлом видео Мы закончили Формирование моделей Маппинги Я рассказал про автомаппер В общем-то В этом я добавил Один маленький пункт Который называется Изменение шаблонов Для identity UI В общем, что это такое Смотрите Есть такая штука Которая встроена в шаблон И называется identity И вы когда устанавливаете И создаете новый шаблон Для Например Asp.net MVC Core То По умолчанию Вы Если не выбираете Использовать identity То у вас не устанавливается Вот эта вот сборка То есть Ну, никакой авторизации Отентификации нет Давайте я запрещу Покажу Где эта штука фигурирует И Как только вы установили Эту штуку У вас появляется Новый функционал Который позволяет Вам логировать пользователя То есть Производить логин Вход Переводить Другие Собственно Какие-то То есть Регистрация Пользователя Дает И дополнительные Какие-то штуки Подключаются В общем Вот эта штука Она откуда-то берется Если учесть Что В самом проекте Этой штуки нет То понятно Откуда она берется Она берется Из вот этой вот сборки И Достаточно часто Меня спрашивают Ну, допустим Я не хочу Вот эту вот Хочу ее убрать Или, допустим На логине Или я, допустим Хочу убрать регистрацию Но если, допустим С регистрацией Все очень просто Ну, давайте Тогда я по порядку Уже про это все расскажу Итак, для того Чтобы изменить Вот этот вот UI На самом деле Все очень просто Майкрософт уже Как всегда Все за нас придумал Мы нажимаем Правую кнопку На проекте Выбираем Add Scaffold Item И здесь вот Выбираем Да, вот Identity И, в общем-то Это нам дает Возможность Как это сказать Скафолдинг Ну, то есть Ну, леса Да, строительные леса То есть Шаблон Это этот каркас Вот этих вот Страничек Загрузить в наш проект То есть Так сказать Сгенерировать код Который будет привязан Ко вашему проекту И состоять из тех страниц Которые вам нужны Ну, давайте я покажу На примере То есть Так Это вот он у меня Что-то здесь Билдит Да, видимо Для построения Ему нужно это Ну, ладно Не важно Бог с ним То есть Вот у меня открылась картинка Здесь я должен выбрать По умолчанию Она ведет Вот на эту штуку Где лежит Как раз Этот identity Я, естественно Его использовать не буду У меня есть Шерет Вот этот самый Лайяут Это говорит о том Что все страницы Которые сейчас выберу Или все Будут привязаны К этому шаблону Ну, допустим Я хочу Вот логин страницу Допустим Менедж индекс Ну, допустим Вот Ну, вот эти вот Да Ну, не буду много Чтобы это Резет паспорт Вот так вот Пусть еще будет Вот Я, допустим Хочу Чтобы у меня Вот эти вот Все таблицы Вот эти все страницы Были доступны Из моего UI Теоретически Я мог люкнуть все И тогда мне придется Все их Ну, там Править Изменять Там Удалять Не знаю Что хочу Из ними делать В общем Они будут доступны В вашем проекте Вы сможете Их редактировать На свой вкус и цвет Я пока Вот Для примера Да Потому что Они все очень-очень Долго делает Трансформир То есть Скафалдит Если хотите Я вот выбрал ДБКонтеxt Куда она все Будет привязана И нажимаю ОК То есть Я не добавил Я выбрал Чтобы она взяла Именно ваш Который находится В вашем проекте Ну и Как вы заметили На самом деле Процесс Скафалдинг Не такой уж И медленный То есть Не такой уж Вернее Быстрый Уже заговорюсь Вот И в общем-то Он требует Какое-то время То есть После того Когда процесс Завершился Вы обратили внимание Что я выбрал На самом деле Не так много Страничек И вот они Собственно Разгенерировались И теперь Они есть В моем приложении Что дальше Дальше все Очень просто Для того Чтобы допустим Ну например Касательно Моего приложения Да Я хочу Сделать таким образом Я не хочу Чтобы у меня Пользователь Мог зарегистрироваться Некому здесь Регистрироваться Это как бы Предопределено Нашими требованиями И в общем-то Я от этого убираю Дальше Допустим Я не хочу Ну допустим Я не хочу Так Это сейчас Посмотрим Что она Сгенерировала Это какой-то там Билдер Боксин Пусть остается Видимо Там для внутренних Целей Identity Хостинг Стартап Да Скорее всего Он определяет Что стартует Через Ассембри Да Вот Ладно Не важно Допустим Я хочу Вот у меня На странице Логина Чтобы Ну вот Так Я закрыл Давайте я запущу Покажу Да Вот я Регистер Убрал И у меня теперь Есть только Логин И эта страница Она теперь Берется Оттуда Я вот так Хочу ее сделать Чтобы у меня Здесь не было Видно Вот это Дополнительные Регистрации Я их не буду Подключать И теперь Если я нажму F5 Перекомпиляется UI Поэтому это Как бы занимает Продолжительное время Некоторое Ну а потом Естественно Все быстро Ну и допустим Хочу эту штуку Поставить по центру Давайте я тоже Это сделаю Это в общем-то Делается Ну допустим Пусть 6 Offset Ну допустим 2 Наверное 2 Плюс 2 4 И 6 10 Да Ну тогда Нужно сделать 3 Я снова Нажимаю F5 Ну вот Она стала По центру В общем-то Забыл пароль Там Надо проверить Что Я здесь еще Остался зарегистрированный Да Тут же у меня Есть Сидовские данные Так Пароль Надо бы Вспомнить Как же у меня тут Пароль Я нажимаю ОК И Да База данных Работает Ну и в общем-то Вот этот Менедж Вот этот Персон Дата Здесь у меня Есть Ченч Емейл В общем Тут как бы Все Вот это Теперь Можно Вот Всех Тех Галочек Если вы Поставите У вас То этот Функционал Будет И вы Сможете Его Изменить Добавить Вести Русификацию В конце концов Ну Ну я Ну я Собственно Не Ставлю Себе Целью Потому что Здесь буду Лазить Только Я Поэтому Я Собственно Гля Не буду Этим Заниматься Пусть Как будет Так и Есть Ну и Поэтому Я сейчас Кстати Покажу Как это Все Сделать Если Вы Допустим Любите Экспериментировать Для чего Нужен Гид Все Очень Просто Если У вас Есть Гид И Если Допустим Я все Это Хочу Откатить Я Делаю Таким Хитрым Образом Удалить Изменения И У меня Все Возвращается На Первоначальное Состояние На самом Деле Очень Удобно Использовать Во всех Этих Телодвижения Гид Ну и Естественно Сейчас У меня Здесь Опять Ничего Не Будет Но Тем Не Менее Из Логина Я Уберу Все Таки Регистрацию И Все Наверное Давайте Запустим Проверим Что Это У нас Осталось В Первоначальном Виде Ну Как Ни Странно Осталось И Допустим Нажимаю Логов И Здесь У меня Теперь Только Логин Ну В общем Вот Как То Так Да Ну И Теперь Дальше Приступая Уже По Ходу Дела Ну Давайте Посмотрим Что У нас Есть Так Хотя Здесь Логиниться Сейчас Не Нужно Итак Что У нас Есть У нас Есть Какая Разметка И Эта Разметка Уже Нарисована На Bootstrap И Сейчас Прям Даже Покажу Вот У нас Библиотека Вот Bootstrap Вот У нас JQuery Такая Сборочка Специальная Ну Вы Знаете Это Без Меня Есть Вот В JavaScript Код И Мы Наверняка Сюда Будем Что-то Писать Можно Здесь Использовать Кастомные Какие-то Стили Ну И В общем Первым Делом Наверное Нужно Подумать О том Как Это Все Собрать В кучу Я имею Ввиду С UI Но Если Определяться С UI То Я Давно Для себя Уже Сделал Выбор Для Меня Он Очевиден В общем-то Я Беру Get Bootstrap То есть Открываю Bootstrap И На самом деле Вот смотрите Вышла новая Версия Пятая И Теоретически Можно Написать Все На Старой Которая Здесь Используется Посмотреть Версию Можно Вот Здесь 4.3.1 Я знаю Что в пятой Версии Появилось Достаточно Много Всяких Таких Плюшек И Они На самом Деле Очень Такие Серьезные Да Помимо Того Что Здесь Уже В разметке Практически Все Есть И Есть Все Непосредственно На Четвертом А там Есть Некоторая Разница Я Наверное Все Выберу Bootstrap Пятый Хоть Он Вот Поэтому В общем Это новая Версия Здесь Много Фишечек И Вам Будет Понятно Что Куда И Как Искать Ну В общем Выбираю Вот эту Версию И Для Начала Мне Нужен Конечно Же Вот Этот Самый Bootstrap В общем То Установить В себе На Сайт И Как То От Того Который Там Есть Избавиться Ну И Перед Тем Как Начать Этим Пользоваться Это Естественно Нужно Скачать Скачать Можно Вернее Заиспользовать Это Можно Двумя Способами Первое Это Скачать Непосредственно Сами Файлы И Положить К себе Папку На Сайте И Второй Вариант И Использую Так Назоваем CDN Content Delivery Network В Который В интернете Где-то В папке Лежат Эти Файлы И Вы При Каждой Загрузке Скачиваете Они Кэшируются В общем Я Предпочитаю Вот такой Вариант Я Сейчас Эту Штуку Скачаю Отлично Давайте Сохранить Как Давайте Я Выберу Ну Вот Download Нормально Пусть Download И Сохраняет Папка Небольшая Поэтому Скачается Очень Быстро Я Ее Здесь Сделаю Вот Таким Штукой Рекомендую Это Делать Иногда Это Блокирует Сделаю Экстракт Это Мне Пока Не Нужно Это Вообще Пока Остановить Можно Здесь Visual Studio Есть И Так Вот Он Дист А вот Это Здесь У нас Много Файлов Да Я Тоже В принципе Пока Скопирую Все Потому Что Не Люблю Удалять То Что Давайте Я Вот Этот Дист Удалю Удалю Да Удалил А Вот Этот Дист Я Вот Сюда Так Скопирую И Теперь У меня Тут Немножечко Побольше Файлов Нет Не Побольше Очень Странно Ну Давайте Так Посмотрим Открыть Странно Что Они Тут Все Есть А Вот Они Просто Связаны Я Понял Ну Это Хорошо Это Круто Это Очень Замечательно Вот Эта Штука Потому Что Всключено Так Ну И Тогда Мне Нужно Немножечко Обновить Хотя Теперь Наверняка У меня Осталось Все Как Есть Сейчас Проверим Да Ссылка Не Потерялась Это Пока Не То И Ссылка На Bundle Где У нас CSS Bundle Есть В общем То Ну Круто Вот Заменил И Все Но Единственное Что У нас Немножечко Изменилась Разметка И Для Начала Давайте Сделаем Вот Таким Способом Template Вот Здесь У нас Есть Где-то Вот Он Template Который В общем То Показывает Как Это Все Изначально Сделать Можно Так Разместить Можно Так Можно Вообще Оставить Файлы Ну Давайте Начнем Как Обычно Начнем С самого Начала И Это Будет Контент Ну Обычно Навбар Да Я Тогда Сейчас Компонент Навбар Где-то Тут Он И Вот Такой Навбар Пусть Будет Вот Такой Прям Я Прям К себе Возьму И Вот Сюда В Хедер Запендюрим Путем Фронтального Впендирования Так Сказать Вот И Теперь Собственно Горя Что Мне Нужно Сделать Мне Нужно Вот Эту Штуку Сюда Перенести Этот Навбар Вот Здесь Пусть Будет Ну Мне Просто Лень Писать Вот Эти Штуки А Здесь В принципе Поменяется И Я Даже Здесь Напишу Только Факты Больше Пока Ничего Вот Ну И Здесь У меня Уже Есть UI И Я Тоже Сюда Перенесу Вот Навбар UI Вот Home Пусть Остается Home Ладно И Поиск Ну У меня Поиск Будет Пусть Остается Вот Вы Подашки У меня Точно Не Будет Ну Пока Вот Так Так И Вот Этот Вот Отсюда Вот Тоже Убрать В общем Укратно Внимательно Смотрите И Сейчас Я запущу Теоретически Мне должен Измениться Немножечко Вид Ну Как Немножечко Совсем Сильно Изменился Несмотря На то Что Я Лишнее Это Не Удалил Навбар Ну Давайте Я его Удалю Надо Посмотреть Что Еще Здесь Ничего Не Осталось Логин Я Перенес Да Я Все Остальное Удалю Сохраню И В общем То Как Вы Понимаете Нажму F5 Ну Вот Так Теперь У меня Выглядит Эта Штука Здесь Есть Логин Я Потом Перенесу И В общем Как То Вот Примерно Вот Так Это Должно Выглядеть Ну Надо Сказать Что Логин Все Рано Должен Быть В Той Стороне И Сейчас Это Попробуем Вот Таким Вот Образом Исправить Так Так Нап Бар Авто Это Упс Так Форма Она По-моему Тоже Должна быть Нап Бар Зря Я сюда Перенес И Давайте Вот Так Так Дизы Блядь Мне здесь Точно Не нужна Ну Вот Как-то Вот Примерно Похоже Давайте Вернемся Еще В самое Начало Посмотрим Так У нас Здесь Форма Вынесена Влево И у Меня Здесь Fluent И Форма Из UI Дефлекс Форма Дефлекс Из UI И Так Наверное Вот Так В 5 Так И Надо Пододвинуть Все-таки Поиск Не знаю Будет У меня Поиск По-моему Я Делал Поиск Давайте Все-таки Оставлю Так Здесь У меня Наверное Ну Это Я Потом Тоже Изменю Может Даже Сейчас Так Мне Нужно Отодвинуть Вот Эту Штуку С Левой Стороны Сделать Чтобы Она Также Была Поиск Так Кажись У меня Кэш Ну-ка 12 Network Кэш Отключено 5 Ну Да Это Был Кэш Только Факты Повелось Это Улетело В Сторону Потом Это Все Подкрасим Сейчас Не Нужно Здесь Ну Наверное Определиться С Кнопками Во-первых Два Хоума Это До Хрена Ну В смысле Очень Много Поэтому Где Где У нас Хоум Один И Этот Хоум Два Давайте Вот Этот Хоум Отсюда Уберем И Здесь Еще Один Хоум Остался Ну Пусть Будет Не знаю Как-нибудь Назовем Privacy Privacy Логин И Здесь Как-то Вот Тоже Много Текста Бог С ним Это Нюанс И Потом Мы С Ними Разберемся Так Ну Хотел Обратить Ваше Внимание На То Что Кэш Лучше Отключать Потому Что И Разметка От Этого Страдает И Все Такое Ну И Для Начала В общем То Что Не буду Я Больше Тут Ничего Менять Пусть Она Такая Логин Куда Въехал Ну В принципе Логин Наверное Логин Можно И Вниз Убрать Логин Можно Сделать Таким Образом Что Вот Этой Штуке Вот Здесь Давайте Прям Вот Так Скопирую Вот Здесь У Меня Ничего Не Будет А Вот Здесь Примерно Где То Даже Вот Здесь У Будет Самый Логин В5 Ну Вот Мне Получил Логин Здесь Ничего Нету Я Давайте Поправим По-ровному Сделаем Так Где-то У меня Ссылка В ссылке Контейнер Бордер Топ Так Ну Бордер Топ Мне Не Нравится Футер Хорошо В5 Отлично И Теперь Мне Тут Наверное Нужно Сделать Красивенько Это Можно Сделать При Помощи Так Как Они Называются Нав Тапс Вот Пилс Ну Вот Так Вот Так Вот Они Выглядят И Я Сейчас Вот Так Вот Даже Вот Так Скопирую И В общем-то Вот Сюда Вот Так Вставлю Давайте Вот Эту Штуку Вырежем И Проверим Как Это Будет Выглядеть Нет Не Очень Хорошо Так И Давайте Тогда Здесь Поищем Другой Вариант Ну Наверное Тут Особо Изобретать Нечего Тапсы Тоже Хорошо Пусть Пилс Вот Так Сделаем Фил Давайте Вот Так Скопируем Так Я Что-то Лишнее Стер Давайте Теперь Ctrl Еще Раз Проверим Бах Круто Что Очень Даже Кривенько Ну Сразу Скажу Я Особенно Не Дизайнер У меня Вот Таких Вот Прям Суперских Способностей Нет Да Что Скрывать И Вообще Никаких Нет Ну Тем Не Менее Вот Эта Штука На Сам Деле Шаблон Фреймворки Они Помогают Решить Проблему Так И Мы Эктив Наверное Вот Так Вот Я Сделаю Вот Сюда Один И Наверное Ну Не Буду Делать Привиси Да Так Прямо Ставим А Это Давайте Прямо Так Сделаем Кайф 5 Вот Осталось Только Что Не Осталось 5 И Вот У Меня Какая-то Такая Штука Появилась Так Это Лучше Тогда Положить В Самый Низ Вот Так И Здесь Лучше Сделать Это Через Так Так Вот Я Сделаю П Упс И Сделаю Его Класс Центр Ой Текст Центр 5 Ну Вот Как-то Вот Так Да Active Login Понятно Дизеблет Давайте Дизеблет Отсюда Дизеблет Сделаем Так Привиси Но Привиси Сейчас Как бы Требуется Законодательством В том числе Я Добавлю Это Пока Вниз Active Ну Active Наверное Нет Наверное Мы здесь Делаем About Какую-нибудь Страничку Да И Не Page Наверное Мы здесь Делаем Ну Вообще Здесь Конечно Должен Будь Link Можно Использовать Nav Link А здесь У нас ASP Ничего Нет Да Давайте Вот так Вот Класс Добавить Класс Nav Item Nav Link Item Nav Link Сохранить F5 Ну Вот Как бы Более-менее Симпатичненько Ну На мой Взгляд Ну И Смотрите Вот эти Зелененькие Штуки Так Называемые Tag Helper И В общем Здесь Нужно Просто Написать ASP Я Как-то Даже Показывал Как Их Подключать Controllers Это Это У нас Будет Home ASP Action Ну Это Будет Ну Что-нибудь Там About Так Это Хорошо Это Красиво Identity Login Здесь Все Ровно Колобонга Давайте Напишем Soft Ну Колобонга Мягкий Значит Переводится Как Вот Воу Ну И Я Все Сломал Да Я Предполагаю Что Это Скорее Всего А Что Она Говорит Какая Ошибка ASP Page Так Controller Area Action Action Вот ASP Page Понятно Area Непонятно Override Атрибут Да Где-то Мы Хрев Прописаем А Вот Он Хрев Ну То 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 есть Когда Action Есть Этот То Хрев Говорят Нужно Убирать Да Это Действительно Так Ну И В общем То Наверное Все Таки Нужно Убрать Блямбу Которая На главной Странице Болтается Вот Эту Вот Все Будем Считать Что У нас Чисто Поле Непаханное Ну И Теперь Наверное Нужно Определиться Со Страничками Которые Будут И В общем То Сделать Наверное Заглушки Или Просто Пока Оставить Как Есть Не Люблю Когда Показываются Здесь Ошибки Ну Тем Не Менее С Этим Наверное Придется Немножко Помириться Так Ну Ладно Давайте Посмотрим Что У нас Дальше По Графику Так Дальше У нас Идет Изменение Шаблонов Это мы Сделали Давайте Это Сразу Помечу Вот так Помечу Теперь Шаблоны Управления А Ну Да Смотрите Тут Нужно Определиться Во с чем Ну Давайте На Примере Ну Давайте На Примере Например Колобонга Нет Или Знаете Я И покажу Бета Колобонга Нет Заодно Протестируем Смотрите Есть Такое Понятие Как Шаблон Для Страницы То есть Вот Эта Колонка Справа Которая В которой Собраны Все Вот Эти Вот Разделы Топы Она Может Появляться Или Удаляться То есть Ну То есть Быть Или Не Быть На Некоторых Так Сказать Страницах И Это Связано С тем Что В Вот Этой Колонки Нет Здесь Используется Шаблон Простой Дабы Все Вместить На Странице Допустим Облакометок Здесь Уже Используется Шаблон Которым Есть Вот Эти Боковые Колонки И В общем Там В эти Боковые Колонки Можно Напихивать Информацию В зависимости От того Чего Вам Нужно Акцентировать Здесь Есть История Здесь Есть Разделы В общем А на Главной Страницы Есть Еще И Дополнительные Фильтрации Топ История Облакометок Смотрите Там Еще Всякая В том Числе И РСС Подписки И В общем Там На Всю Длину В общем Правильное Расположение Шаблонов Некоторых Так Сказать Маленьких Контролов Если Хотите Ими Можно Манипулировать Показать На Одной Странице Ударить На Другой Или Добавить На На Третьей Странице В общем Это На самом Деле Очень Удобно Когда У вас Предопределенные Шаблоны Вы Убираете Где Что Показать Например Админской Части Видеть Вот Эти Дополнительные Контролы Но Они Не нужны Поэтому Там Их Использовать Не Нужно И Все Это Регулируется Как раз Этими Шаблонами Давайте Я Сейчас Прям Покажу У нас Изначально На Странице Есть Только Layout Шаблон Здесь У нас Голая Страничка И Соответственно Ничего Здесь Больше Нет Вот Она Абсолютно Голая Давайте Для Примера Я Создам Например Давайте Еще Один Шаблон Я Создам Я Не Так Я Вот Так Ctrl C Ctrl V И Скажу Что Это У меня Шаблон Например Колумн Ну Какая Колонка Там Будет Вот И Суть Этого Шаблона В том Что Он Уже Содержит Не Всю Информацию Ой Ctrl A Удалить А Только Частичную Ну Во-первых Он Должен Содержать Так Вот Такую Штуку В которой Должен Указывать Layout Это Мастер Шаблон Так Называем И Он Должен Опираться У меня На Layout И Собственно Говоря Здесь Я Могу Сделать Такие Штуки Как Смотрите У меня Например Footer Или Вот Скриптовая Часть И Вот У меня Есть Тут Render Scripts Это Section Scripts Но Вот Эта Штука Это На Сам Деле Очень Важная Штука Потому Что Она Дает Возможность На Всех Последующих Страницах Ну Например Вот Я Открываю Index У Который По Умолчанию Смотрите View Start Указано Layout И Для Всех Страниц Получается Которые Будут Внутри Views Стартовая Страница Будет Layout То Если Открываю Home Главное Будет Layout И Соответственно Вот Эта Установка Распространяется И на Эту И на Эту Страницу И Суть В том Что Если Я Открою Index И Напишу Вот Section Нажму Крубел Вот Та Самая Section Scripts И Теперь Я Здесь Могу Поставить Scripts В В общем Вот Эта Ячейка Нет Как Сказать Эта Секция Она Будет Проецирована Прямо Вот В это Место То есть У меня Все Скрипты Появятся На Главной Странице После Всех Скриптов Которые Были Заданы На Этой Странице Я думаю Что Я Понятно Объяснил То есть Другими Словами Если Допустим Мне Потребуется На Какой Нибудь Странице Давайте Я Сейчас Обратно Верну На Какой Нибудь Странице Добавить Какой Нибудь Дополнительный CSS Ну То есть Каскадной Таблицы Стиле Файл В частности Ссылку На Него То Мне Сейчас Вот Этой Возможности Нет Но Я Это Могу Легко Исправить И Сказать Что Есть У Меня На Какой Нибудь Странице Так Async Render Нет Я Не Помню Если Честно Давайте Я Забыл Когда Говоришь Тяжело Помнить Да Я Вот Так Сделаю Я Хочу Чтоб У меня Была Еще Одна Секция Она Называлась Headers И Record Это Значит Что Она Не Обязательна Другими Словами Если Я Сейчас Сделаю Что Допустим У меня Какой-то Один Control Который Использует И JavaScript И CSS Должен Быть Отдельно Загружен На Какой-то Странице Ну Например На Индексе Да Давайте Ну Во-первых Я Страница Ну Чтобы Мы Понимали О чем Речь Идет То Я Могу Дополнительно Для Этой Страницы Установить Опять же Вот Такую Штуку Сказать Section Ну В Хорошем Смысли И Здесь У меня Уже Появились Headers И Я Могу Сюда Собственно Говоря Взять Какой-нибудь Там Ну Допустим У меня Есть Вот Как Вы Понимаете Какой-нибудь CSS Файл От Какого-то Контрола Отдельного И Он Должен Появиться Только На Одной Странице И В общем-то Допустим Вот Этот Джава Скрипт Должен Появиться И Ну Мне Наверное Так Не Показать Да Давайте Я Вот Так Сделаю 111 И Здесь Напишу 111 И Запущу Понятно Этих Файлов Нет Но Тем Не Менее Я Просто Хочу Обозначить Вам Такую Штуку Как Вот Эти Вот Секции 12 И Да Понятно Я их Не Нашла Смотрите У нас Уже Написана Главная Страница Я Переключаю На Элементы И У Меня На Странице Где-то Тут Вот Headers Вот Они Еще Секунду Найду Где Это Вот Headers То Есть Вот Тот Самый Скрипт Который Я Подключил На Этой Странице И Ой Не Самый Скрипт Который Я Подключил Но Если Я Войду На Другую Страницу Например Privacy То У меня В Headers Здесь Уже Этой Ссылки Нет И В Скриптах Соответственно Этой Ссылки Нет То Что Я Хотел У У У У У У Отдельные Скрипты Только Отдельные ЦС Таблицы То Есть Разметка Стили Они Подгружаются Только На Одной Страничке На Который Я Захотел Подключить Ну Теоретически Что Это Может Быть Смотрите Если У вас Допустим Форма Редактирования Требует Валидацию Ваша Валидация Должна Загружаться Ну JS Валидация Или Там Обструзия Валидация Она Должна Загружаться Где На Всех Страницах Нет Это Глупо Только На Одной Странице Где У вас Есть Форма Редактирования Вот Именно Для Этих Целей Это И И И И В Общем Скрипты Я Они Были Хедер Я Добавил Теперь Что нужно Сделать Теперь Нужно Определиться С этими Шаблонами Шаблон Вот этот Лэйаут Я Создал Я Хочу Ну Допустим Так Давайте Вернемся Вот сюда Вот эту Штуку Закроем Давайте Вообще Пока Закроем Вот Надо Все Запустить Допустим Я хочу Чтобы У меня Была Слева Или Справа Колонка В которой Будет Какая Дополнительная Информация Этих Фактов То Или справа Или слева Наверное Я сделаю По образу Подуви Вот с этой Стороны Даже Вот так Я Вот с этой Стороны Сделаю То есть У меня Вообще Вся страница Как вы видите Она Вот такая Грубо говоря Я Вот эту Колонку Сделаю Под Какие Нибудь Контролы Но Опять же Там Самые Просматриваемые Не знаю Как обычно Это все Планируется Может быть Там Какие-то Ссылки РСС Подписка Что-нибудь еще Ну По образу и подобию Как это у меня На моем блоге Сделано А здесь Ну Помимо того Что это Главная страница Здесь Вот так Будет описан Факт Какой-нибудь Да И какая-нибудь Ссылка Может быть Там Посмотреть Подробно Или там Еще Может быть Здесь Будет Заголовок Здесь Будет Какая-то Текстовая Информация Ну И здесь Может быть Дата Создания Что-нибудь Там Я не знаю Наверное Метки Вот так Будут Перечислены По ним Можно будет Кликнуть Ну И допустим Уйти На отдельную Страницу Ну И как Вы понимаете Вот это Вот все У меня Будет Так Дублироваться И там Вот так Я сделаю Прочерк И внизу Будет Как-то Пейджер Какой-то Вперед Там Назад Не знаю Ну Вот Каким-то Таким Вот Образом Ну И еще Наверное Я вот Здесь Наверное Сделаю Какой-нибудь Поиск Хотя Ну Вот этот Поиск Он Мне не нравится Здесь Потому что Он подразумевает Поиск По всему Сайту А я буду Искать Не по всему Сайту Я буду искать Только По Фактам Поэтому Я вот Это Перенесу Сюда Ну Потом Сейчас Пока Пусть Болтается Ну И вот Какая-то Вот Такая Разметка Таким Образом Получается Что У меня Контенты Которые Будут Использоваться Это Вот Вот Эта Колонка Она Будет Постоянно Где-то Включаться Где-то Отключаться Ну И Допустим У меня Есть Еще Вторая Часть Которая Основная Таким Образом У меня Получается Layout Который Уже Существует Он На всю Страницу Так Вот Растянут И Он Уже Работает И Мне Нужно Сделать Вот Эту Колонку В Отдельном Шаблоне И В общем Вот Это Я Сейчас И Буду Как Разделать И Для Этого Нужно Сделать Следующее Ну Во-первых Если Вы Знакомы С На самом Деле Вот У Таких Шаблонов Таких Фреймворков У них Так Называемая Сеточная Разметка Ну Я Так Называю Вы Можете Называть Как Хотите Ну Почему Сеточная Потому Что Grid Grid Это Сетка И Здесь Предопределено Что Есть 12 Колонок И Они Определенной Ширины И Все Крутится Вокруг Этих Колонок То Есть Другими Словами Если Я буду Разметку Делать Опять Зря Закрыл В Своем Приложении То Мне Нужно Определиться Сколько Частей Для Каждой Из Колонок Выделять А Разметка Сама Все Сделает Другими Словами Смотрите Если Я Здесь Вот Это Все У меня Разделено Буквально На 12 Частей То Есть Вот Так Вот Так Вот Так Еще Вот Здесь И Вот Так Это Шесть И Еще Вот Так Вот Так И Вот Так Ну Опять Ж Приблизительно Да То Есть Если Я Выделю Для Вот Вот Этой Колонки Буквально Там Три Части То Остальное У меня Останется Раз Два Три Четыре Ну Да Девять Чего Считай Все Устал Вот То Для Основной Контента У меня Остается Девять И В общем Там Мне Нужно Разметка Задать Чтобы У меня Вот Эта Колонка Занимала Девять А Вторая Часть Была Отдана Ну В общем То Под Основной Контент Ну И В общем То Что Это Дает Опять же На Примере Давайте Я Своего Сайта Ну Пусть Пока Будет Основной Неважно Смотрите Здесь Колонка Это Есть А Когда Я Начинаю Менять Размер Допустим Вот 12 Нажму У меня Колонка Вот Еще Есть Размер Еще Достаточно Большой Колонка Влезает Она Остается На Месте Но Как Только Размер Начинает Уменьшаться Колонка Сжимается И Это Делал Не Я Это Делал Как Раз Фреймворк Ну И Там Определены Стили И В общем Кажда Вот Этого Тютелька Умерять Для разных Браузеров Я Этого Не Делал Я Использую Стандартные Существующие Мне Вот Эта Конструкция Нравится Что Допустим Под Любые Размеры Телефонов Любые Размеры Планшетов Все Отлично Основной Остается Наверху Все Неважно Вылетает Вниз Ну И В общем Это На самом деле Прекрасной Работает По Такому Же Образу И Подобию Работают Достаточно Все Наверное Даже Скажу Сайты Ну Ради Прикола Могу Продемонстрировать И на этом Сайте На самом Bootstrap То есть Все Необходимо Либо Прячется Либо Переносится В другое Место Ну В общем То Суть Не В этом Суть В том Что Я Хочу Сделать А Сделать Хочу Две Колонки Как Это Сделать Ну Что Действительно В Layout Изначально Задан Контейнер Он Есть Дальше Есть Специальный Атрибут Вернее Атрибут Команда Разметка Называется Render Body И Это Как раз Дает Возможность Внутри Вот Этой Разметки Размечать Так Сказать Если Честно Каламбур Получился Внутри Вот Этого То Все Что Будет Наследовано От Этого Лайя Будет Размещаться Именно Внутри Вот Этого Тега Метки Как Назвать Господи Ну И Для Того Чтобы У Нас Это Случилось Именно И Здесь Тоже То Своя От Колумбс Надо Сделать Такую Штуку Render Body И Теперь Нужно Сделать Следующее Во Первых Мне Нужно Написать Div Пусть Будет Call Допустим 9 Ну Вот Так Я Сделаю И Второй 3 Это Они Должны Быть Помещены В Див Который Имеет Класс Roll То есть Это Ряд В Таблице И Их Нужно Поместить Вовнутрь Ctrl D Ну И В общем То Практически Я уже Все Сделал Единственное Что Мне Нужно Еще Вот Этот Рендер Body Поместить В Этот 9 В 9 Ну Надо Сказать Что Этот Call 9 Это Как бы Без Привязки К Размеру Монитора Да То есть Другими Словами Независимость От того Какое Разрешение Всегда Будет Делиться На Две Части Ну То есть Если Представить Маленькое Разрешение На Телефоне Например То Вот Эта Разметка Собственная Гра Не Нужна Все Это Конечно Описано Вот В этой Системе То есть Вот Смотрите Есть Система Есть Маленькие Такие Как Говорят О Размере Здесь Как То Все Работает Расписано Можете Почитать Повспользоваться Документацией Ну И В общем То Есть XS Это Extra Small Small Medium Large XL Дополнительный Атрибут То Это Будет Работать Примерно По Такому Образу Что Если Разрешение Меньше Допустим То Будет Использоваться Вот Эта Разметка Если То Наоборот Больше А если Меньше То Тогда Будет Вот Эт Применяться Ну И В общем То Здесь Есть Примеры Кода Как Это Делается Вот Количество Колов Собственная Можно Быть Без Индекса Без Ну И Если Я Хочу Допустим Так Давайте Вернемся В студию Ну Если Я Допустим Хочу Чтобы У меня Это Всегда Было Допустим В МД Ой Тут Нужно Написать В МД То Медиум 9 И Допустим Здесь Тоже Медиум 3 Нет 3 Нет 3 А Если Допустим У Меня Ну Какой Нибудь Кол Допустим X Ну Или СМ Допустим То Для примера Покажу На самом Деле Я Потом Это В общем То Сделаю И Вы В Разметке Видите Я Просто Не Хочу Тратить Ваше Время СМ 6 То У У У У Разметка Должна Поменяться То Есть Вот Здесь В Шестое Я Поставлю Так Так Сказать Рыбу Вот Так Лори И Сейчас Быстренько Проставится В Общем Здесь У Колонки Которые Буду Подставлять И Я Смогу Сюда Подставлять В Эти Колонки Данные Которые Я Захочу Ну Например Там Строка Поиска Или Подписка На Рассылку В конце Концов Или Кнопки Управления Ну Или Еще Что Типа Этого Я Не Знаю На самом деле Что Туда Может Подставляться Но Я Сейчас Это Продемонстриру Хотя Уже На самом Деле Время Много Потратили Так Переходим На Страницу Индекса И Тут Указываем Что Так Как У нас По Умолчанию На Используется Layout Индекс Не Индекс А Просто Layout Я Можно Подставить Сюда Колум Точку Запятой И Теперь Можно Запустить Ну Как Вы Видите У Меня Сейчас Уже Все Это Свершилось Единственное Что В Индексе Нет Ничего Давайте Для Красоты Наверное Сделаем То Есть Я Здесь Делаю Ну Какой Нибудь Тоже Параграф Давайте Вот Так Вставлю Еще Раз Вставлю 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 Замечательно Вставляет И Запустим Еще Раз Чтобы Продемонстрировать Ну Тут Наверное Мало Будет Понятно Но Я думаю Что Все Таки Вы Разберетесь То Что Было В Колонке Вот Осталось Колонки То Что У меня В Тексте То Осталось Ну То Есть На Странице Индекс Ну И Как Видите Здесь У Меня Эта Штука Теперь Работает Другой Вопрос Допустим Если Я Не Хочу Чтобы У меня Эта Колонка Подставлялась Вернее Если Я Верну Это К Обратной Стороне Ну То Не Буду Использовать Шаблон То У меня Эта Колонка Отображаться Не Будет И Я Того Текста Не Увижу Зря Закрыл Давайте Открою Ах Нет Она Уже Все Перечитала То Как Видите Колонка Убралась Давайте Вернемся К Первоначальному И Поэкспериментируем Вернее Сказано М6 То Есть Размеры Чтобы Вы Сейчас Видите Все Запущу Вот А потом Я Еще Покажу Как Можно Добавлять Контент В Эту Колонку Из Других Страниц Где Буду Использовать В общем Как Видите Колонки Есть Давайте Я Включу F12 Это Разметка И Вот Таким Вот Образом Смотрите Сейчас У меня Разметка Большая И Когда Я Начинаю Сжимать Но Кстати Потому Что Вот Эта Штука Работает Некорректно В общем Смотрите Когда Я Начинаю Сжимать У меня Она Сжимается 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 И В какой-то Момент Они Становятся Одинаковой Ширины То Есть Вот Это Вот 6 То И Это Так Давайте Снова Рисовать Вот Это У меня 9 И Пропорции Соблюдается Вот Это 3 И Пропорции Соблюдается И В какой-то Момент Вот Когда SM Срабатывает То есть Меньше Чем 500 Если Больше Чем 576 То Колонка В общем-то Вот Смотрите 500 Нет Я вас Обманул Где 720 Вот 768 То есть Если Меньше Чем 768 Вот Смотрите Смотрите 20 И Колонки Поменялись В общем Вот Примерно По такому Принципу Это Все Работает И Теперь Остается Один Открытый Вопрос Ну Я Конечно Не буду Делать Две колонки Одинаковые Я Наверное Просто Эту Колонку Скрою Или Ну Не знаю Наверное Пока Скрою Она Мне Не нужна Когда Будет Маленькое Разрешение Но На данный Момент Это Пока Работает Таким Образом Для Того Чтобы Показать Как Допустим Со Страницы Индекса Если Я Здесь Использую Какую Там В общем Дополнительную Информацию Для Этой Колонки Я Хочу Чтобы У меня Какие То Данные Например Вот Это Вот Давайте Я Удалю Вот Эту Штуку И Напишу Привет Чтобы Мы Знали Что Эта Штука Должна Показаться То Именно Я Хочу Чтобы Она Показалась В Колонке И Для Этого Нужно Сделать Следующее Во Первых Нужно Определить Регион Который Будет Рендериться Это Будет Рендер Ух ты Ёшкин Кот Что ж Вы Молчите Рендер Секшен Асинг Конечно же Здесь Нужно Написать А Эвейт Рендер Секшен Ну Секшен Конечно же В хорошем Смысле И Я Назову Кол Как он Колумн И Скажу Что Он Должен Быть Ну Пусть Будет Реквард Фоллс Ну Пусть Будет Фоллс Фоллс Это значит Необязательно Хотя Давайте Для примера Покажу Тру Ну То есть Нужно Чтобы Обязательно Было Здесь Какие-то Данные То есть Если Я Использую Лейаут На этой Странице От Этого От Колонки То Я Когда Запущу Не указав Что Должно Поместиться В ту Колонку У меня Выдастся Ошибка Потому Что Этот Атрибут Ставят Её Обязательно Вот Она Собственно Говорит Если Ты Задал Колон То Пожалуйста Укажи Что Что Ты Хочешь Поместить В Этот Колон И Это Делается Опять же Очень Просто Так Как Я Унаследовался Грубо Говоря Унаследовался От Той Страницы То Здесь Я Могу Сказать Section Колон И Нажать Enter И В общем Поместить Вот Этот Привет Контент В Ну Нетрудно Догадаться Что У меня Теперь Привет Появится Не на Этой Странице А Именно Уже В Колоночной Части То Таким Образом Можно Добавлять Контент Во Вложенные В общем То Шаблоны И Таких Шаблонов Может быть Много Шаблон Для Админа Шаблон Для Пользователя Шаблон Для Менеджера Шаблон Для Резарегистрированного Шаблон Для Незарегистрированного Шаблон Для Пользователя Привилегий Скрыть Рекламу Показать Рекламу Ну В общем Вот Таким Вот Образом Это Примерно Все Работает И Наверное Все Наверное Мне больше Нечего Показать И Как вы Понимаете Вот Эти Мои Скрупулезные Телодвижения На клавиатуре В Относительно Разметки Я думаю Что Это Не Очень Интересный Вариант То Чего Посмотреть Я Может быть По И Могу Показать Уже Готовый Результат Но В Противном Случае Если Вы Напишите В Комментарии Что Нет Хочу Посмотреть Как Это Делать Другой Вариант Давайте Отпишитесь И Дальше Будем Уже Решать Нужно Нам Это Или Не Нужно Ну И Наверное На Это Мне Нужно Закончить Я Больше Пока Не Знаю Что Еще Показать То Как Отпишитесь В комментариях Ставьте Лайки Все Такое Ну И В общем Наверное На сегодня Все Хотелось Рассказать Анекдот Но Не Буду Поэтому Прощаюсь С вами Всего Доброго Хорошего Вам Дебага Классной Разметки И Пишите Правильный Код Продолжение следует